Отход сил обороны с позиций от Бердичи, Семеновки и Новомихайловки в районе Авдеевки не способствует быстрым тактическим успехам российской армии, считают в Институте изучения войны. Там сомневаются, что россияне смогут прорваться вглубь этого района в ближайшей перспективе. Как сообщил накануне главнокомандующий вооруженных сил Александр Сырский, Россия активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях имеет тактические успехи, поэтому силы обороны переместились на новые рубежи западнее Бердичи, Семеновки и Новомихайловки Донецкой области. Для стабилизации ситуации на Авдеевском направлении украинские войска перебрасывают части бригад, которые отдохнули и восстановились. При этом ВСУ продолжают держать оборону, а Росармия несет максимальные потери как в личном составе, так и в военной технике. Украинские военкоры продемонстрировали видео. Российская пехота вместе с техникой врывается в Новомихайловку, а ВСУ уничтожают танки и личный состав Росармии. И подобные атаки непрерывные. 55 украинские солдаты отбили на Авдеевском направлении только за последние сутки, сообщили в Генштабе. Россия не использует свое преимущество в живой силе, технике, боеприпасах. При этом наступают одновременно по нескольким участкам фронта и сбавлять обороты, похоже, не собираются. Российская армия сейчас будет наращивать темп наступления для того, чтобы одержать тот наступательный порыв, который они приобрели после взятия Авдеевки. Мы рассчитывали на то, что будет оперативная пауза, но сейчас, как видим, подкрепления перебрасываются. И тому есть множество примеров. Горячими точками фронта остаются Ивановская и Часовьяр. Также россияне пытаются вернуть под свой контроль Клещеевку и выйти на рубеж по каналу Северский Донец-Донбасс. В районе Клещеевки и Андреевки, это тоже бахмутское направление, оккупанты пытаются продавить позиции Вооруженных сил Украины с целью выхода непосредственно к каналу Северский Донец-Донбасс. И дальнейшего соответственно фланговых ударов по позициям Вооруженных сил Украины в районе Часовьяр. На этом направлении зафиксировано опять-таки накопление личного состава оккупационных войск. Но за счет господствующих высот и Часовьяра и Клещеевки, которые находятся под контролем ВСУ, украинские военные могут как удерживать позиции, так и обеспечивать потери в технике и личном составе российской армии. Действительно, сегодня наиболее сложные участки это Часовьяр, наиболее сложные участки это бахмутское направление. И враг активизировался также на оккупинском направлении, пытается свое преимущество в артиллерии, прежде всего в боеприпасах, использовать для того, чтобы максимально продвинуться, максимально выйти на те рубежи, которые они себе уже обозначили. Их четко видно, и те населенные пункты, о которых мы говорим, они сегодня показывают, что именно вот эта линия боевого столкновения на ближайшее время для врага является главной целью. Опасная ситуация остается и в очередь на Донецкой области. Из-под населенного пункта россияне пытаются совершать фланговые удары, так они стараются расширить плацдарм. Они начинают расширять, то есть обезопасивать себя и закачивать туда большое количество войск. Плотность войск у них там довольно-таки сейчас серьезная. Туда бы как раз кассетные боеприпасы не помешали. Там действительно больше 20 тысяч россиян сейчас на этом направлении сосредоточены. Они будут пытаться выдавить наши войска из этого кармана и выровнять фронт от Очеретина до Песа. Ну не до Песа, а уже чуть западнее Песа. А реальная задача выдавить наши войска до Карловского водохранилища, то есть до высоты, до гряды, которая идет от Очеретина до Карлов. Вероятно, такое спланированное активное наступление россиян было рассчитано на то, что у ВСУ не будет американской военной помощи, считает эксперт. То есть они рассчитывали на то, что пауза будет продолжаться. А поскольку пауза завершилась и, в общем-то, помощь мы ожидаем сегодня на день, увеличение возможности украинской армии для ведения боевых действий, контрбатарейной борьбы, уничтожения противника и так далее, то они сейчас будут наращивать свои возможности для того, чтобы вызывать как можно больше территорий и создать более благоприятные предпосылки для продолжения наступления, которые мы ожидаем дальше, ближе к лету. В свою очередь, в Институте изучения войны предполагают, что Россия может пересмотреть свою стратегию по планируемому на лето большому наступлению, а ВСУ до июня будут иметь лучшие позиции для противостояния российской армии. Такие прогнозы, в том числе, связаны с военной помощью от США, которую Украина ожидает уже в ближайшее время. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы первыми узнавать все самые главные события войны.